здесь находятся остатки отряда шторм 5 бригады первого корпуса 8 армии штатная численность была 161 человек я командир отряда что получил был и задачу в этой позиции поселок водяново ходишь ходе шторма в ходе штурма к турму было выявлено что достаточно трудно было вести наступление на данном участке поскольку противников абсолютно пристрелили все точки в итоге наше руководство принял решение на пулеметы на минометы мы сидели под открытым на танке мы сидели под открытым огнем минометов артиллерии 14 суток значит понесли огромные потери 304 человека 3 сотых 22 человека до 200 командир роты наш погиб значит было принято решение дойти до штаба армии где мы узнали о том что нам планируется эвакуация начал начали планировать эвакуации замкомандиры бригады полковник иванов и лео владимирович всячески пытается скрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов в плане штормов против нас выставили за град отряды и не упускали не выпускались позиции сейчас они дают выйти вообще никуда нам нас угрожает уничтожить по отдельности и как кому командиру подразделений нам грозит огромная опасность мы обращаемся к рекламу командующие просим помочь нам в этом в это непростую ситуацию мой отряд свою задачу выполним и 14 дней держали линию фронта протяженности один километр все 100 все остальные заходили туда и просто убегали мы 14 дней сидели не уходили со своих позиций ребята если есть что добавить добавляйте я майор раков николай вид по и добавляйте я майор раков николай викторович мобилизованы 10 04 войсковая часть города калининграда меня прикомандировали отряду что данной бригады я не знаю что бригада себя это представляет руководство я не видел официального руководства официальных приказов не видел изначально первом вступлении в отряд шторм который размещался в поселке я заметил что командование якобы такое командование которые не видели в лицо многие военнослужащие армии донецкой были с них совершались побор поборы денежные поборы если эти деньги не сдавались то людям обещали сразу кинуть куда-то на передок это происходило систематически людей из госпиталей раненых которых ложили в госпиталь через три дня в ходе этих боев выписывали не оказав никакую медицинскую помощь не выдачив осколки и обратно управляли на передний край и брали еще 20 тысяч и брали деньги брали деньги еще с них 20 тысяч на раненых смысл всем что я считаю что руководство здесь 5 этой бригады которые ни разу не видел преступной полной составе я считаю что она преступна это преступная группировка это преступная группировка других здесь вариантов нет правда она должна восторженствовать и как бы вычислить и получается до сих пор еще в учебке в калининграде кому здесь вообще нас нету получается так в этом говорит за пол 104 я говорю за всех мы все одинаковы люди без документов без военных билетов без всего без соцзащиты без соцзащиты брошены в окопы как бомжи брошены в которых нету элементарных документов нету военных билетов нету ничего ничего статус их я не знаю какими правовыми актами определен подразделений но это преступно и приказы преступных приказы преступные это подтвердил сам куратор который якобы передавал вам нам приказу он также светился на украинских сайтах его запилинговали по его радиосвязь как он передавал приказ на группе за заград заград своего отряда то есть люди были боялись там смерти впереди тоже смерть мы сидели под открытым огнем минометов четырех разными сутками круглыми создали расстрелом урожали расстрелом есть как идем вперед как его фамилия иван кевич иван киев иван киев старина ли александрович мы даже не знаем кто это такой он и отношение к отряду не имеет значит получала приказы по радиостанции от иванова или владимирович и и дальше эти приказы распространялись от иван киевич и дмитрия как только который давал давал вот эти вот преступные приказы когда вы при свидетелях опросили сидя блиндажина на на это на вна позиция он согласился до приказы преступные эти потому что нас просто напросто баранили там нас хотели уничтожить помимо того что мы мы там выжили до за 14 дней вот это наша остаток остаток нашего отряда так нас еще на выходе хотят уничтожить как свидетели 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 халатного абсолютно халатного преступного руководства бригады не выводя никакого содействия чтобы сохранить жизнь хотя бы остатку отряда не было никакого боевого приказа на подразделение какой регион цировки никакой регион цировки ничего Ведение руководством боевых действий велось из рук в руки. Кто хотел, тот руководил. Я не знаю кто, но эти люди командовали по рации. Выходить люди на штурм. И на штурм. На непонятный, на необоснованный штурм. И это делали, 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 делали. Многие личности. Многие личности. Это будет все сказано в Следственном комитете. Большинство из тех, кто здесь находится, продержали здесь 14 суток. Это село Водяное. Село Водяное под Донецком. Там, где сейчас наши СМИ говорят о том, что мы наступаем и наступаем успешно. На самом деле, это не совсем так. Идут большие потери. Идут очень-очень большие потери.